Всем привет! Меня зовут Владимир Петров, и вы смотрите очередной выпуск «Инохроники» на Интернет-ТВ. Сегодня в выпуске. Компания братьев Андрей Осянов снимет экранизацию романа «Антиутопии. Мы». На широкие экраны выходит биографическая картина о Джероме Селинджере. Кирилл Плетнев выпускает свой режиссерский дебют «Жги». Это и многое другое. Смотрите прямо сейчас. На прошлой неделе представители компании «Большое кино», главными продюсерами которой являются братья Сарик и Гевонд Андреасяны, объявили, что одним из текущих проектов студии является экранизация культового антиутопического романа «Евгения Замятина» под названием «Мы». В этой книге, вышедшей в 1920 году, рассказывается история математика и инженера Д-503, который из-за любви к анархистке Ай-330 пошел против жестких правил единого государства. Снимать фильм будет не Сарик Андреасян, а молодой армянский постановщик Гамлет Дульян, который вот уже пять лет занимается разработкой этого проекта. В качестве сценариста был приглашен Александр Талал, один из авторов «Дневного дозора» и «Черной молнии». Стоит отметить, что это будет не первая экранизация романа «Замятина». 35 лет назад свою версию в виде минималистического телеспектакля представил чешский режиссер, работающий в ФРГ, Войтах Ясны. Новый фильм должен выйти в прокат в 2019 году. «Дневного дозора» «Тот же день своей жизни». Однако в данном случае все осложняется двумя дополнительными подробностями. Девушка Тереза, попавшая в эту петлю времени, каждый раз будет праздновать свой день рождения, и каждый вечер ее будет убивать таинственный маньяк в маске. У Терезы есть шанс выяснить, кто скрывается под маской, и почему именно она каждый раз становится его жертвой. Режиссером этой ленты стал американский постановщик Кристофер Лэндон, который успел зарекомендовать себя лишь в качестве автор сценариев, таких лент, как «Паранойя» и «Четырех частей паранормального явления». А главную роль исполнила молодая актриса Джессика Рот. Американский кинематограф на этой неделе также представлен биографической лентой Дэнни Стронга под названием «За пропастью воржи». Как нетрудно догадаться по названию, речь в этой ленте идет о молодом писателе Джероме Селлинджере, а точнее о том, что предшествовало написанию его самого известного произведения «Над пропастью воржи». Прежде чем написать этот роман, Селлинджер слушал лекции в Колумбийском университете, встречался с будущей женой Чарли Чаплина, воевал на полях сражений Второй мировой войны, во время которой познакомился с Эрнестом Хемингуэем, а также написал множество рассказов и увлекся дзен-буддизмом. Вот обо всех этих событиях и рассказывается в картине «За пропастью воржи». Помимо жизненных перипетий Селлинджера, этот фильм также привлекает внимание и своим актерским составом. Самого писателя сыграл Николас Холт, его творческого наставника Кевин Спейси, отца Виктор Гарвер, а первую любовь Зои Дойч. Российский кинематограф на этой неделе также вступит в борьбу за внимание широких зрительских масс. В отечественный прокат выходит драма Кирилла Плетнева с емким названием «Жги». В этой ленте рассказывается история Алифтины, надсмотрщицы в женской колонии, которой выпал шанс принять участие в популярном вокальном телешоу. Однако, обладая сильным голосом, Алифтина не отличается смелостью и решительностью. И в этот момент ей на помощь приходит одна из осужденных, в прошлом эстрадная певица. Картина «Жги» является полноценным режиссерским дебютом достаточно известного российского актера Кирилла Плетнева, который до этого в качестве постановщика работал лишь над короткометражными лентами или отдельными новеллами сборных киноальмонахов. За основу сюжета была взята история британской певицы Сэм Бейли, которая до победы на шоу «The X-Factor» как раз работала надзирательницей, правда, в мужской тюрьме. В главных ролях в фильме снялись Инга Оболдина, Виктория Исакова, Владимир Ильин и Татьяна Догилева. В нынешний четверг 85 лет исполнилась актрисе, которую не слишком хорошо знает нынешнее поколение молодых любителей кинематографа. Однако на ее счету множество знаковых ролей времен 70-х и 80-х. Также она является лауреатом и шестикратной номинанткой на премию «Оскар». Ее имя Эллен Бёрстин. Американская актриса театра и кино Эллен Бёрстин родилась 7 декабря 1932 года в Детройте, штат Мичиган, в семье писателя с ирландскими корнями. Будущая актриса бросила школу на последнем году обучения и уехала в Нью-Йорк, где долгое время работала моделью и танцовщицей. Карьеру театральной актрисы Эллен Бёрстин начала в 1957 году. Тогда же она снялась в небольшой роли в сериале «Телевизионный театр Крафта». Долгие годы после этого она так и оставалась никому неизвестной актрисой, пока в возрасте 41 года не сыграла в картине последний киносеанс, за роль в которой получила свою первую номинацию на «Оскар». Спустя два года Эллен снялась в «Изгоняющем дьявола», а еще через год стала лауреатом «Оскара» с фильмом «Алиса здесь больше не живет». За последующие 20 лет актриса еще несколько раз попадала в свет софитов престижных премий с такими лентами, как «То же время» в следующем году, «Воскрешение» и «Народ против Джин Харрис». А в начале 21 века Эллен Бёрстин окончательно превратилась в яркую актрису второго плана. Современные любители кинематографа могут знать ее по ролям в таких картинах и сериалах, как «Реквием по мечте», «Фонтан», «Политиканы», «Карточный домик», «Интерстеллар», «Века долин» и других. В 2006 году Эллен Бёрстин удалось поставить забавный рекорд. Она была номинирована на премию «Эмми» за роль в телефильме «Миссис Харрис», которая длилась 14 секунд, в течение которых Бёрстин произнесла лишь 38 слов. В данный момент 85-летняя актриса продолжает изредка играть в кино. Близится Рождество, а это значит, что совсем скоро по многим телеканалам вновь покажут ленту об уморительном противостоянии юного мальчугана Кевина и парочке незадачливых грабителей. Однако о справедливости ради необходимо вспомнить, что еще за 28 лет до одного дома похожая по стилистике и сюжету история была показана в рамках картины Леонида Гайдая под названием «Деловые люди». Сегодня в рамках нашей традиционной рубрики «Это интересно» мы сравним истории возникновения двух этих лент. Лента «Деловые люди», снятая Гайдаем в 1962 году, состоит из трех новелл, основанных на коротких рассказах популярного американского писателя начала 20 века. О Генри. Однако больше половины времени хронометража картины занимает самая популярная в наше время история под названием «Вождь краснокожих». В ней рассказывается о двух мошенниках, которые отчаянно, нуждаясь в деньгах, решают похитить сына богатого горожанина. Однако парень оказывается задирой и хулиганом. Леонид Гайдая приступил к съемкам фильма «Деловые люди», еще будучи малоком и известным молодым режиссером, на счету которого числилась пара художественных фильмов и две уморительные короткометражки про ставшее впоследствии легендарным трио «Трус, балбес, бывалый». Настоящим идейным создателем фильма «Один дома» можно по праву назвать американского режиссера, сценариста и продюсера Джона Хьюза, хоть он и занимал кресло постановщика. Идея сюжета о противостоянии оставшегося в одиночестве ребенка и двух грабителей пришла к Хьюзу во время съемок другого его фильма под названием «Дятюшка Бак», одной из главных ролей, в котором играл Макали Калкин. Хьюз в деталях проработал этот сюжет, написал сценарий и даже сделал несколько раскадровок, после чего передал все материалы молодому режиссеру Крису Коламбасу, с которым продюсер уже сотрудничал ранее. Съемки новеллы «Вождь краснокожих» проводились в небольшом селе Куйбышево Бахчисарайского района, там же, где впоследствии Гайдай снимал «Кавказскую пленницу». На роли незадачливых похитителей Гайдай выбрал хорошо известных ему Георгия Витсена и Алексея Смирнова. А вот с мальчиком пришлось повозиться. Какое-то время режиссер даже хотел отдать эту роль 32-летней Надежде Румянцевой. Сергей Тихонов в итоге нашелся буквально на улице. Это был типичный московский хулиган, который умудрился в первые же дни съемок подраться с местным жителем села Куйбышева. Гайдаеву пришлось немало потрудиться, чтобы усмирить юного актера, наделенного, впрочем, невероятным талантом. Несмотря на то, что сценарий и ленты «Один дома» писался Джоном Хьюзом сразу под Макалия Калкина, режиссер картины Крис Коламбус все же решил провести кастинг, чтобы убедиться, что никого лучше им не найти. В итоге участие в пробах приняли несколько сотен детей, а роль все равно получил Калкин. Основными съемочными локациями, как и в случае с вождем краснокожих, стали не студийные павильоны, а настоящие улицы и дома. Только на этот раз это было Чикаго и его пригороды. Картина Леонида Гайдая «Деловые люди» стала одним из ключевых звеньев в карьере популярного советского режиссера и по праву входит в золотой фонд советского кинематографа. А вот судьба юного актера Сергея Тихонова оказалась трагической. После роли вождя краснокожих он снялся еще в нескольких фильмах, после чего не смог поступить во ВГИК и ушел в армию. Вернувшись, он связался с плохой компанией, увлекся игрой на ипподроме и при невыясненных обстоятельствах погиб под колесами трамвая. Картина «Один дома» произвела фурор сразу после своего выхода на широкие экраны. Она получила множество престижных премий, а уже спустя два года был снят не менее популярный сиквел «Ленты». А вот карьера Макалея Калкина, как и Сергея Тихонова, в свое время не сложилась. Сыграв еще в нескольких фильмах, Макалея из-за унизительных и грабительских требований своего отца к продюсерам практически перестал получать предложения. В данный момент он довольствуется небольшими эпизодами в кино и сериалах. На сегодня это все. Смотрите кино. Пока.